Современная история армян и Западной Армении вымощена преступлениями, болью, страданиями, но также и справедливостью, свободой и миром. В соответствии с решениями, принятыми в Лондоне главы правительств четырех главных победивших союзных держав, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, Александр Миллерон, президент Совета Франции, Франческо Митти, президент Итальянского Совета и посол Японии Геширо Мацуи, решили встретиться в Италии. В итальянском приморском городе Сан-Рема в замке Девачан с 18 по 26 апреля 1920 года была проведена международная конференция, которая дала начало международному мирному договору, севрскому договору между Турцией и союзными державами с Францией в качестве председателя Верховного Совета союзников и привела к признанию де-юре государства Армении на территории Западной Армении 11 мая 1920 года, 18 апреля 1920 года в 11 утра. 18 апреля 1920 года в 11 утра в дискуссиях доминировали две проблемы. Исполнение Версальского договора оставалось центральным. Договор подписан, речь идет о его применении. Любая идея его присмотра должна быть формально исключена. Правительство Германии и Турции не выполнили взятые на себя обязательства по доставке военных преступников, разоружении и доставке для репараций. Поворотный момент наступает, когда возможность военной санкции противостоит возможности разговора на эту тему с правительством Германии. С другой стороны, для договора с Турцией осталось указать территориальные пределы мандата в соответствии с решениями, принятыми на Лондонской конференции в феврале 1920 года, где Великобритания получила мандат на Палестину и Ирак, Франция, на Сирию и Ливан, что приводит к вопросу о нефте, Масула и Курдистана. Армения и Палестина также являются очень деликатным аспектом обсуждения. 19 апреля 1920 года в 11 утра правительство начали поднимать вопрос об Армении на территории Западной Армении после прочтения письма президента Уидра Уильсона, переданного 24 марта 1920 года господину Юссерану, государственному секретарю посольства Франции. Повестка дня включала вопрос о передаче мирного договора османскому правительству. Было решено, что османская делегация будет вызвана в Париж 10 мая. Теперь мы знаем, что договор был подписан 11 мая 1920 года. Что касается средств обеспечения соблюдения мирного договора Турции, было решено, что военные и военно-морские эксперты встретятся на следующее утро, 20 апреля 1920 года, под председательством маршала Фоша. Правительство подготовили ответное письмо президенту Уидру Уильсона. Финансовые положения соглашения с Турцией также обсуждались в этот день. Вопрос о Курдистане при граничном Армении появился в конце встречи. Британская делегация предложила измененный вариант статей, касающихся Курдистана. 20 апреля 1920 года в 11 утра правительство продолжили изучение финансовых положений договора с Турцией и впервые в истории заговорили о помощи Армении в территории Западной Армении, оккупированной Османской империей. Однако было удивительно, что вопрос о возможной помощи Армении был проигнорирован Советом Дегинаций. В этот день были подняты три вопроса. Первый касался финансовых ресурсов для выживания нового государства, второй – военных средств, с помощью которых оно могло бы защитить себя, а третий был нацелен на выход Армении к морю. Во второй половине дня с презентации маршала Фоша были определены средства, с помощью которых мирный договор будет навязан Турцией для защиты. 21 апреля 1920 года в 11 часов вопрос о военном, военно-морском и воздушном положении продолжался в присутствии правительств маршала Фоша. В этот день были определены сроки созыва османской делегации и изучения разделов седьмого договора, связанные с Египтом, Суданом, Кипром, Марокко, Тунисом и Турцией. 22 апреля 1920 года в 11 часов вопрос о будущих границах Турции продолжился, в частности, вопрос о разрумах. В этот день Погосну Барпаша присутствовал на обсуждениях для представления своего меморандума. Слушание его было решающим для территории Западной Армении. Таким образом, с точки зрения международного права, само это решение конференции в Сан-Реме никогда не отменялось, которое действительно имеет правовой статус, естественно, превосходя все другие соглашения, которые могли бы быть заключены без участия Западной Армении. 23 апреля 1920 года в 11 часов правительство выслушали господина Аароняна. Правовой статус Западной Армении был усилен отдельным слушанием главы ереванской делегации в Республике Армении. После слушаний представителей Армении было принято решение присвоить статус столицы Армении, городу Эрзру Карину. 24 апреля 1920 года в 11 утра вопрос турецко-армянской границы был вновь обсужден с решением арбитра, назначенного Соединенными Штатами для решения этой проблемы, поскольку обе стороны обязуются принять решение. Было принято решение подать суд на президента Равудра Уильсона. В этот день выяснилось, что вопрос турецкой границы Армении касается не только территории Западной Армении, оккупированных Турцией, а не территорий, принадлежащих России. Также был осужден вопрос мандатов и палестинский вопрос. 25 апреля 1920 года в 11 утра вопрос о мандатах продолжался в течение всего утра, и были проведены дополнительные консультации по поводу границ между Турцией и Арменией. Было принято решение выступить посредником с президентом Уильсоном в качестве арбитра, и Турция-Армения и другие договорившиеся стороны согласились передать вопрос о границе президенту Соединенных Штатов. Вопрос о резне в Кирике был поднят правительством. 26 апреля 1920 года в 11 утра стало возможным завершить принятие решения по мирному договору с Турцией. Во второй половине дня телеграмма от итальянского и верховного комиссаров Константинополь объявила членов турецкой делегации, которые должны были отправиться в Париж 10 мая 1920 года. Таким образом было создано государство Западной Армении, которое до юра было признано Турцией через 15 дней союзниками и ассоциированными державами членами высшего совета союзников. Я призываю армян всего мира, что эта историческая правда, которую я вам представил, уникальная история. Это было скрыто от вас в течение столетия, чтобы помешать вам отстаивать свои права, которые неотъемлемы как государство, признанное величайшим державами мира. В течение столетия не проводилось никаких исследований, чтобы донести до вас эти исторические факты. Конференция в Сан-Ремо будет основой для признания государства Западной Армении на протяжении веков, который поддерживает его превосходительство по основу Барпаша. Политические силы отвлекли вас от вашего реального политического и правового проекта на столетие, требуя, чтобы государство признало ваше страдание, геноцид навсегда, что является прямой причиной, а в то время как вашей реальной борьбой должно быть осуществление ваших прав. Признанных величайшими державами, они превратили право армян в армянский вопрос, потому что они превратили геноцид против армян в армянский геноцид, в то время как этот турецкий. Они заставили нас поверить в признание геноцида и его отрицание, фальсифицируя даты преступников, место преступления и подлинные личности преступников. Ни для чего еще не поздно. Мы можем, особенно в этом году, все вместе продолжить эту настоящую борьбу за справедливость. Однако, дорогие соотечественники, я прошу вас остерегаться плагиатов, манипуляторов, фальсификаторов, тех, кто хочет отвлечь вас от вашей же реальной борьбы, и особенно тех, кто говорит от нашего имени. Западная Армения – это вопрос национальной безопасности. Да здравствует армянский народ, да здравствует Западная Армения. Арменак Абрамян, президент Республики Западной Армения. Французские дипломатические документы 1920 года. Продолжение следует...